Здравствуйте, коллеги! С вами Исаков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня начинается новая неделя, сегодня понедельник, поэтому мы традиционно обсудим то, как закрылась неделя предыдущая, что нам стоит ожидать на этой неделе, разберем ключевые события, ну и также я расскажу о том, какие сделки я планирую делать и что у меня открыто с прошлой недели. Но прежде чем мы начнем, напомню, что если вам нравится это видео, не забывайте ставить лайк, вопросы оставляйте в комментариях, это помогает для также продвижения данного видео, поэтому за это тоже отдельное спасибо и от меня. Итак, прошлая неделя у нас закрылась довольно-таки позитивно, ну напомню, что на прошлой неделе Байден подписал финальный пакет стимулирующих мер на сумму 1,9 триллионов долларов, конечно, рынки восприняли это позитивно. S&P 500 обновил локальный максимум, Dow Jones обновил локальный максимум, NASDAQ пока находится процентов 7 от максимальных значений, которые были ранее зафиксированы. То есть, в целом мы видим, что технологичный сектор не так сильно восстанавливается на этом позитиве, ну и мы это обсуждали уже тоже в предыдущих видео. Что также важно, прошлая неделя, по прошлой неделе, ну то, что вызывает опасения у инвесторов, это рост доходности казначейских облигаций, в данном случае ключевой инструмент, за которым мы следим, ну и за которым следят все, это десятилетние облигации, они показали уровень 1,6 процентов, то есть это был локальный максимум, который сформирован практически за последний год. С сегодняшнего дня, да, с понедельника вступает в силу как раз данный пакет стимулирующих мер, но вопрос, насколько его хватит дальше и насколько рынок сможет на этом расти. Скорее всего, он будет расти уже на переоткрытие экономик, на возобновление как раз экономической деятельности, что будет более вероятно. Вряд ли мы сможем ожидать следующие, ну подобные стимулирующие меры, то есть скорее всего этот пакет будет финальным. А что важно на этой неделе? На этой неделе у нас будет заседание ФРС и фактически здесь под фокусом внимания будет то, что Паул скажет, во-первых, по поводу ставки и в целом как он оценит со своей позиции ситуацию в экономике. Потому что сейчас опасения вокруг роста инфляции, роста доходностей, что безусловно может негативно повлиять на фондовый рынок. И мы можем увидеть в данной ситуации коррекцию. Если посмотреть на FedWatch Tool, то есть это инструмент, который показывает вероятность ожиданиям рынка изменения процентной ставки, то на 17 марта, то есть как раз то заседание, которое будет в среду, рынок на 100 процентов пока ожидает, что ставка останется на прежнем уровне. Скорее всего так и будет. Мы смотрели пару месяцев назад, как менялся этот показатель. Мы видели, что на тот момент до конца года фактически изменений рынок не ожидал. Но сейчас, если мы будем смотреть прогноз на апрель, то здесь уже появляются первые ожидания. На июнь здесь уже вероятность пока такая же, как и в апреле. А вот если смотреть сентябрь, ноябрь и декабрь, то фактически это значение уже увеличивается. Даже если в ноябре мы видим ожидания, то есть порядка 5 процентов, что ставка может быть изменена в декабре, то есть в конце этого года 4,9. То есть пока рынок закладывает, что до конца года, ну и в принципе об этом тоже говорил Паулу, что никаких изменений происходить не будет. Вполне вероятно, что подобная динамика останется до 23 года. Но опять же будет все зависеть от того, как ФРС дойдет до своих таргетов по инфляции. Если это будет раньше, то конечно ставку могут начать повышать раньше. Но и для фондового рынка это будет определенный, собственно, негатив. То есть это тоже важно понимать. Поэтому это вот, пожалуй, ключевое событие, которое сейчас ждет на этой неделе рынок. И еще дополнительно будет происходить также ребалансировка индекса S&P 500. Несколько компаний из индекса S&P 500, ну, ключевого будут исключены. Какие-то будут добавлены, какие-то перейдут в другие сектора. Но для нас, наверное, более важно это индекс S&P 500, за которым мы следим. Добавлены будет NXP Semiconductors, Penn National Gaming, General Holdings. Будет добавлено Cesar's Entertainment. Это компания, которая занимается игорным бизнесом, будут убраны из индекса S&P 500. Ну, Flossware, SL Green Realty. Ну, вот, наверное, что наиболее интересное, компания Xerox. Ее уберут на текущий момент из индекса S&P 500. Пожалуй, это такая старая компания, которая уже давно в этом индексе. Но какой-то виток своего развития новый пока не показывает. Ну, и, видимо, S&P 500 решили убрать его из индекса S&P 500 и включить его S&P Mid Cap 400. То есть, он уйдет уже непосредственно туда. Все эти изменения, они пройдут, ну, вступят в силу как раз 22 марта. Для тех компаний, которые будут добавляться, это, безусловно, позитив. Ну, то же самое, что мы видели, например, с Tesla, когда ее добавляли в S&P 500. Потому что фонды будут ребалансировать свои как раз портфели и будут покупать те акции, которые войдут в индекс S&P 500. Скорее всего, покупки они будут делать раньше. Поэтому те компании, которые добавляют, это будет, ну, определенный позитив на этом ожидании. Те, которые исключают, то, скорее всего, будут уже продавать. И коррекция здесь тоже может сформироваться. Еще один тоже важный момент, к которому мы обращаемся раз в квартал, это экспирация фьючерсов по S&P 500. Следующая экспирация пройдет как раз в пятницу. Ну, вот это ребалансировка. И экспирация, они, собственно, совпадают. Поэтому здесь тоже важно отметить то, что 19 числа, ну, то есть в пятницу, соответственно, заканчивается фьючерс на индекс S&P 500. И новый фьючерс начнет торговаться уже в понедельник. Почему это важно и почему на это стоит обращать внимание? Ну, по крайней мере, то, что мы с вами видели в марте, как раз в марте, когда прошла эта последняя экспирация 20 марта с этих уровней, то есть с этого момента, та коррекция, которая была по индексу S&P 500 в течение нескольких месяцев, она завершилась и S&P начал расти. То есть, фактически, с этих уровней, с этого дня у нас началось то восходящее ралли, которое мы видели полгода. Ну, в пятницу обновил локали максимум, напомню. В данном случае не факт, что это может повлиять, как на начало нисходящего движения, ну уж точно не на продолжение восходящего движения. То есть, здесь фактически мы можем не увидеть, но с другой стороны, если начнется коррекция, то как раз она может начаться и со следующей недели. То есть, это важно понимать, по крайней мере держать в фокусе внимание. Не стоит строить на этом какую-то торговую стратегию, то есть, именно покупать или продавать, когда открывается новый контракт. Но, тем не менее, держать это в голове, я считаю, что нужно. И из других событий, которые тоже важно обратить внимание на этой неделе. Сегодня, в понедельник, да, уже было выступление председателя Резервного банка Австралии. Во вторник розничные продажи выйдут. В среду, как я говорил, будет решение ФРС по процентной ставке. Ее, скорее всего, ожидают, оставят на прежнем уровне. Затем пойдет пресс-конференция. Здесь будет важно тоже понимать, что скажет Пауэлл, да, о том, что думает ФРС по текущей ситуации, как они видят дальнейшие движения, что они думают насчет инфляции, что они думают насчет роста как раз доходности облигаций. В четверг выступление президента Лагард пройдет решение Банка Англии по процентной ставке. Скорее всего, здесь тоже пока останется все на прежнем уровне. Ну и пятница завершится решением Банка Японии по процентной ставке, пресс-конференция Банка Японии и также данные по Канаде розничной продажи и базовый индекс розничных продаж выйдет в пятницу. Что теперь у нас происходит по рынкам на текущий момент? По евро у нас продолжается пока движение нисходящее. Мы закрепились ниже отметки 1.1961. В прошлой неделе мы пытались расти. В принципе, сейчас у нас с точки зрения часового таймфрейма у нас остается пока тренд восходящий. Лично я для себя буду рассматривать возможности продать. Если мы сможем забраться чуть выше по индексу по евро, то есть в район 1.20 или в район 1.21, то с тех уровней я для себя рассмотрю открытие позиций на продажу. В принципе, можно рассматривать и сейчас, так как пока тенденция сохраняется нисходящая, но все-таки хочется его продать чуть повыше. По крайней мере, выше тех уровней, которые были сформированы в начале этого месяца. По паре британский фут американский доллар. Пока здесь у нас сохраняется тенденция восходящая. Пока имеет смысл также придерживаться сценария именно восходящей. То есть, искать преимущественно покупки. Но в текущий момент тенденция восходящая у нас пока сохраняется. То есть, присоединяться к текущих уровням немножко поздновато. Можно было пробовать это делать как раз 10 марта. Но сейчас мы хоть и не так далеко находимся от тех уровней, которые были тогда, но уже не так комфортно с точки зрения установки стоп-лосса, с точки зрения риск-прибыли сделать здесь покупки. И с другой стороны, то есть, опять же, то, что мы видим по евро, у нас может начаться движение как раз нисходящее. То есть, мы с точки зрения технической картины видим, что пока есть первые попытки на формирование нового тренда на дневном таймфрейме, который будет нисходящий. Поэтому с британской валютой тоже здесь нужно быть аккуратным. Пока здесь нет данного сигнала, но вполне вероятно, что это тоже может произойти. Пара американский доллар, канадский доллар обновила также в пятницу локальные минимумы. Сегодня тоже мы торгуемся по минимальным значениям. Фактически дошли до тех целевых уровней, которые были. Вопрос теперь остается открыт, сможет ли пара закрепиться ниже данных уровней, которые были сформированы в конце как раз февраля. Собственно, будем за этим следить. Вполне вероятно, что из текущих уровней может сформироваться также коррекция. И пока у нас тренд сохраняется нисходящим на дневном таймфрейме, то имеет смысл также искать покупки, продажи, прошу прощения, в сторону как раз иного тренда, но после завершения коррекции, которая здесь может сформироваться. Поэтому пока у нас сохраняется движение здесь нисходящее, пока здесь нет смысла заходить на покупку, потому что можем продавить еще ниже, а с другой стороны заходить на продажу тоже уже соответственно поздновато. Поэтому нужно ждать коррекцию, заходить только после нее. Пара американский доллар, японская еда сегодня опять обновляет локальный максимум. Тренд восходящий здесь крайне силен. То есть он продолжает торговаться в зоне перекупленности, скажем так. То есть днем мы видим продолжение роста, но заходить в него крайне опасно, если этого не удалось сделать, скажем так, в конце февраля. То есть тогда уровни были более-менее оптимальными. Здесь я для себя жду коррекцию. Коррекция, если она произойдет, в зависимости от того, где она становится, буду также заходить на продолжение роста. Пока с текущих уровней здесь делать нечего. А по австралийцу, на прошлой неделе мы увидели восходящее движение. Да, мы не смогли уйти ниже минимальных значений, которые были сформированы в начале февраля. Что, собственно, пока не меняет восходящий тренд, который у нас здесь сохраняется на 1-м таймфрейме. Если ситуация продолжится в таком же духе, то покупки здесь будут в приоритете. Я жду для себя, если будет еще одна волна коррекции как раз в область минимальных значений начала марта, то есть это область 76.22, то с этих уровней я попробую еще раз войти на продолжение роста. Но если мы уходим ниже минимум, которые были в феврале, то тогда уже буду для себя рассматривать опять смену тренда на нисходящую. По австралийцу тогда менять уже подход. Вполне вероятно, что данный сценарий может быть актуален на несколько месяцев 2021 года. И такая же картина по Новозеландцу. Мы видим, что ситуация здесь довольно-таки похожа. Мы торгуемся вблизи поддержки, который был сформирован на области 70.91. Соответственно, если уходим ниже данных уровней, то опять смена тренда с восходящего на нисходящий, тогда будет сказать для себя уже продажу. Вполне вероятно, что тот рывок, который мы видели как раз в конце февраля, он может быть финальным. После этого мы можем начать падать. Но пока этот сценарий не реализуется, пока мы видим, что область поддержки, она пока удерживается. Золото продолжает здесь снижаться. Да, я пробовал его покупать, но мы видели еще одну волну снижения. Но пока основной сценарий здесь сохраняется нисходящий. Поэтому здесь я для себя также рассматривал на прошлой неделе возможности открыть сделку на продажу. Собственно, в пятницу мы смогли закрепиться ниже минимальной на течение четверга, что с точки зрения числа таймфрейма нас перевело в фазу нисходящего движения. Я поставил отложенный ордер. Риск брал здесь чуть меньше, потому что цена входа, если бы мы входили в области 1750-1780, то здесь я мог бы взять для себя и стандартный риск 1%. Здесь я брал чуть меньше, то есть примерно 0,6% риска у меня был на эту позицию. Цена дошла до моего ордера. Ордер сработал, сейчас он активен. Ну и, собственно, здесь целевое движение на минимум 8 марта, то есть в область 1677. По данному снижению здесь я для себя рассматриваю. Золото сейчас продолжаю для себя держать. По индексам, как я уже говорил, индекс DAX, индекс S&P 500 обновили локальный максимум. Сейчас, в принципе, этот позитив на рынке тоже сохраняется. Вполне вероятно, что понедельник тоже пройдет довольно-таки позитивно. Хотя по DAX, да, мы видели попытку закрепления ниже минимальных значений, которые были сформированы в четверг. Но, опять же, шортить сейчас пока не самое разумное действие. В принципе, шортить индекс всегда довольно-таки опасно, поэтому это нужно держать во внимание. Откупили уже то падение, которое было. Сейчас мы видим, что DAX, собственно, пятница закрылась, ну, примерно по ценам открытия. И сегодня уже тоже на премаркете немного обновили локальный максимум. Сейчас DAX тоже продолжает свой рост. И S&P 500 тоже продолжает расти. Собственно, мы торгуемся пока по локальным максимумам. Скорее всего, Америка тоже откроется позитивно. И я также напомню, что Америка перешла на летнее время. То есть, сейчас будет несколько, один час торговой разницы. Поэтому тоже имейте это для себя в виду. Поэтому по S&P сохраняется тоже движение восходящее. Заходить сейчас не буду. Буду ждать только входить после непосредственно коррекции, которые здесь могут сформироваться. Ну и по нефти. Нефть марки Brent тоже пока планомерно продолжает восстанавливаться. Сейчас торгуемся в районе 70. Пытаемся обновить максимум, который был сформирован как раз в четверг-пятницу на прошлой неделе. И вполне вероятно, что отметки 72 можем на этой неделе дорасти. Поэтому пока здесь тенденция сохраняется восходящая. Также я хотел напомнить, что у нас завтра пройдет вебинар с моим коллегой Фуадом Расуловым на тему. Мы разберем портфель Баффета, что он покупал, из чего он выходил. Для того, чтобы как раз рассказать, какие действия предпринимают, ну, пожалуй, самый известный инвестор нашего времени. Ну и также в конце этого месяца мы подумали и решили сделать отдельный вебинар по AeroCoinvest и Кэти Вуд. Поэтому тоже, как только вебинар мы добавим, я обязательно об этом скажу. Регистрируйтесь на нашем сайте. Вебинар будет завтра. И будем как раз рады вас видеть и ответить на все вопросы, которые у вас могут появляться. Ну а на сегодня это все. Всем желаю хорошей торговой недели. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось это видео. Вопросы оставляйте в комментариях. Ну а мы с вами встретимся в среду и посмотрим как раз то, как мы подходим к заседанию ФРС и уже после этого в пятницу тоже разберем его итоги. Всем спасибо за внимание и до свидания.